Телеграм Полиция начала предварительное расследование в отношении платформы Телеграм. По подозрению в пособничестве в совершении сексуальных преступлений с использованием дипфейк, сообщил главный следователь полиции. Этот шаг был припринят в то время, когда Южная Корея изо всех сил пытается бороться с порнографией с использованием дипфейк, нацеленной на молодых женщин, включая подростков. Это чем же у нас занимается Павел Дуров? Вы что же хотите сказать, что он прям такая веточка невинная и ничего этого не знает, если его Телеграм-канал использовался как сайт для порнографии, распространения, покупки и всего прочего? Но это же позор! Ну а чем еще заниматься молодому плейбою, скажите, как не... Так, друзья, как и во Франции, столичное полицейское агентство Сеула начало внутреннее расследование в отношении юридического лица Телеграм. Прежде чем официально предъявить обвинение, заявил глава Национального управления расследования в Учон-СУУМ. Обвинения касаются пособничества этому преступлению, сказал он, имея в виду видеоролики дипфейк. Ну, мы, конечно, не знаем дипфейк или это натуральное. Какой смысл дипфейк ставить для привлечения внимания, когда можно натуральное поставить? Но там, видимо, такой ужас творится, что назвали дипфейк. Ну, дипфейк, вы понимаете, да, что такое? Это глубокое вранье. Такое глубокое, большое вранье. Уву признал потенциальные проблемы в расследовании, заявив, Телеграм не всегда охотно предоставляет данные для расследования, такие как информация об аккаунтах. Это касается и нас, и других государственных следственных органов, включая американские. Полиция планирует сотрудничать с французскими следственными органами и международными институтами, чтобы найти методы расследования деятельности Телеграм. Ну что же, друзья, деятельность Телеграм, я не знаю, конечно, может быть для вас это интересно, но как распространитель вот этой черной порнографии, да, Телеграм служит этому. Конечно, можно сказать, что он ничего не знал, но он вообще ничего не знал. А как же иначе-то? Вот это так можно сказать. Да ни оружие, ни дипфейки сексуальные, ничего Павел не знал. Он вообще ни при чем. Запомните, друзья, те, которые якобы не в курсе. Каждый ответственен за ту платформу, которую он создает. И он хорошо знает, когда у него идет большой поток клиентов на один из порно-сайтов, он это хорошо знает, он понимает и он обязан. У них есть свое внутреннее секьюрити, которое обязаны проверять. И они проверяют и знают. Ну, если только не сами участвуют. Но здесь уже мы не можем ничего говорить в этом направлении, потому что столько журналистов СССРовского производства еще кинулись его защищать. С чего бы это? Да? Вот следующая новость, друзья, оставим в покое Павла Дурова. Совершенно неинтересную фигуру для нас. Тем более, уж явно не гения. Это первое. Второе. Уж явно не политика по своему менталитету. Просто мальчика, который много знает, потому что в круге, где он вращается, там много информации. Поэтому, соответственно, он знает больше, чем вы. Но это ни о чем не говорит. Ну, так вот, знаете ли, неинтересен нам ни Павел Дуров, ни его телеграм-канал, который является, конечно, креатурой фейсбешной. Но нам говорят, вы можете говорить там все, что хотите. Вы чувствуете, если креатура фейсбешная, то как уж они не знали о тех порно-сайтах? А кто же продает-то все это, друзья? Это же продается все. Вы понимаете, что все это продается? Что вот эта вот продажа одна из самых дорогих, как и продажа оружия. Но надо сказать, со времен еще той большевистской революционной деятельностью вот эта сексуальная такая манечка была основным посылом у спецслужб, друзья. Но это их манечка. Я не знаю, как называется еще. Я так слышала однажды. Я не употребляю это слово, но слышала однажды. И мне кажется, что как раз вот сюда это самое оно. Так вот, употребить это слово. Но оставим его в покое. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал результаты региональных выборов, на которых крайне правая партия «Альтернатива для Германии» АФД одержала большую победу, а его коалиция потерпела поражение горькими и призвал основные партии сформировать правительство без правых экстремистов. Ну куда же вы денетесь без правых-то? Скажите, вы же, в принципе, для этого и работаете, чтобы правых экстремистов ввести, то есть поднять на щит. Это вам выгодно всем. А говорить можно все, что угодно. Альтернатива для Германии стала первой ультраправой партией, победившей на выборах в законодательные органы власти в Германии со времен Второй мировой войны благодаря результатам голосования в Тюрингии. В Саксонии она заняла второе место после консерваторов. Надо сказать, что в Швейцарии в принципе тоже проявления такие же наблюдаются. Ну, естественно, ведь людей сталкивают олбами разных национальностей, разного цвета кожи. Людей просто сталкивают, искусственно сталкивают. Соответственно, людям это не нравится, они высказываются. Поэтому это все как бы собственная креатива, креатура Германии. И не важно, что кто-то там говорит, что он против. Они ее подогревают сами. Однако ДФ, которую сотрудники спецслужб безопасности обеих восточных земель считают правой экстремистской, вряд ли сможет управлять страной, поскольку другие партии до сих пор отказываются сотрудничать с ней, чтобы сформировать большинство. Но это, конечно, тоже идет такая игра. Я хочу сказать, что в Швейцарии такая же ситуация наблюдается с партиями тоже. Понимаете ли, есть, конечно, основной костяк страны, люди, которые жили всегда, а есть приезжие. И вот всегда против иммигрантов, тем более иммигрантов с другим цветом кожи, всегда будут бороться люди местные. В Германии этого очень много. Это очень горячий вопрос в Германии. Поэтому, знаете ли, друзья, все равно будет так, как уже запланировали. То есть все будет произрастать. Все партии будут разрастаться. Тем более это ультраправое. А далее очень интересная новость. Тоже там же продолжается. Тем не менее, националистическая, антииммиграционная и дружественная России партия может получить достаточно мест в обоих землях, чтобы блокировать решения, требующие большинства в две трети голосов, такие, как назначение судей или высших чиновников безопасности. Это даст ей беспрецедентную власть. Вы поняли, о чем речь? Да? То есть речь о чем, друзья? Речь о том, что Россия у себя начинает завозить миллионами, миллионами мигрантов. Рассматриваются всякие вопросы завозить мигрантов по-одиночке, мужчин только, или же завозить их семьями с детьми. Рассматривается вопрос. А вот в Германии Россия выступает как раз против того, чтобы миграция считалась основным, скажем, рабочим местом в Германии. Чувствуете, играет на двух полях российская власть и тем более деньгами поддерживает. Если Россия будет поддерживать деньгами, то все это расцветет. В свое время гитлеровскую Германию, Гитлера поддерживала Россия, СССР. Сталин поддерживал. Вы не знаете? Сталин поддерживал, когда все отказали Гитлеру с 1933 года. Сталин активно поддерживал Гитлера деньгами, металлом, зерном. Ну, в общем, он снабжал Гитлера. Будь здоров, каким образом? Поэтому Гитлер вышел на поверхность. Все говорят. То есть в России сейчас так выгодно сказать. А какие-то там евреи. А евреи, там американские. Вот они все. Вот Европа кто-то еще там поддерживал. Да нет, это СССР поддерживало. Никто более. СССР поддерживало во все лопатки. Вот как было. Поэтому Германия расцвела тогда. Ну, а теперь это невыгодно говорить. Потому что народу формировали все это время другой менталитет. С другим мнением народ выступает. Итак, результаты АФД в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство. Наша партия не может и не должна к этому привыкать. АФД наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику. Как это так ослабляет экономику? Тем, что они выступают против мигрантов. Это они ослабляют экономику называется. Почему? Разве это ослабление экономики? Ну, наверное, хуже работают заводы, если много мигрантов. Ведь требования разные, знаете. Пока мигрант научится работать как нужно, пройдет какое-то количество лет. Один, два, три. Это трудно привыкать к законам и к тем требованиям на работе, которые у вас есть. Итак, все три правящие партии потеряли голоса. И только его СДПГ преодолело 5% барьер. Необходимо для того, чтобы остаться в парламентах двух земель. Популистский левый новичок Союз Сары Вагенкнехт, основанный бывшим членом Коммунистической партии Восточной Германии, на своих первых земельных выборах показал лучший результат, чем три партнера по коалиции, заняв третье место. Младшие партнеры коалиции «Зеленые» и «Свободные демократы» оба выбыли из собрания земли Тюрингия. Результаты воскресного голосования могут заставить правительство ужесточить меры в отношении миграции и обострить дебаты о поддержке Украины. Вопросы, которые доминировали в ходе предвыборной кампании. Ну, что я вам хочу сказать. Конечно, то, что касается Украины, вкладывание денег – это отъем. То есть население работает. Население платит свои налоги, свои экстра мани, экстра деньги, платит какие-то там еще дополнительные, чтобы содержать мигрантов из Украины. Это, ну, для народа населения – это сложный вопрос. Тем более многие украинцы не хотят работать. Как бы пособий им достаточно. Конечно, приезжая из Украины, они не знали этих денег. Эти деньги они увидели только здесь. Такие большие деньги, потому что для них в Украине – это огромные деньги. И они живут еще пока на две стороны, мечтая вернуться в Украину. И поэтому считают эти деньги, как вот в Украине бы они применяли. Работать многим не хочется. А потом ведь, понимаете ли, отношения к работе тоже разные у украинцев и у немцев. У немцев четкий, ну, такой, как у роботов, что ли, подход. Чистота на первом месте. Я не могу сказать, что не воруют немцы, да, как и швейцарцы. Я не могу сказать, что они не воруют. Но все-таки это не то воровство, как в России и в Украине. Менталитет разный. Но все бы ничего, конечно. Я думаю, что немцы с украинцами договорились бы и работали, переженились бы друг на друге, и все было бы нормально. Но здесь ведь вопрос о том, что Германия договорилась сейчас с Кенией о том, что 250 тысяч рабочих черных, чернокожих, приедут в Германию. Вот это вопрос уже серьезный. Ведь приезжают молодые парни. Молодые парни, которым нужно создавать семьи. Девчонки некрасивые, немки, брошенные, обделенные любовью, вниманием. Они, ну, они, конечно, идут на то, чтобы создавать семьи с людьми другой кожи, другой расы. Для немцев внутри, для их менталитета, это, конечно, ну, такой страшный выбор. Они переживают за тех своих женщин, за будущий немецкий народ. Что будущий немецкий народ почернеет. Оно, конечно же, очень даже важные вопросы. Есть немцы, которые начинают вести блоги на эту тему. Но необходимо, друзья, добиваться сути, смысла всего. То есть нужно брать документы Второй мировой войны, те же самые зерновые поставки СССР в Германию. Нужно вот это все поднимать. Когда это все вы поднимаете, тогда пусть Германия посмотрит, в конце концов, как у нее образовалось вот такое желание получить мигрантов дальше. И почему вдруг Германия должна снабжать мигрантов своими деньгами? Это важный вопрос. Если мигранты работают, а многие украинцы хорошо могут работать. Это же не просто так, я говорю. Я говорю, основываясь на том факте, что я знаю, что многие украинцы не хотят работать. Просто не хотят. Но многие украинцы работают. Работают и хорошо работают. Они знают свою работу. Вот ведь еще загвоздка в чем, понимаете ли, что некоторые вещи в Украине, допустим, или в России, они исполняются под одним уклоном, в Германии под другим. И необходимо получить документ, допустим. Документ, что ты можешь быть хирургом в Германии. Для этого нужно сдать экзамен. Экзамен сдашь, когда ты сдашь языковый экзамен. Вот за это все цепляется, конечно, язык в первую очередь. Но кто виноват, что ни в России, ни в Украине люди не знают языка? Это последствия железного занавеса, когда люди не знают языка. Последствия железного занавеса. И до сих пор, и до сих пор все то же самое. Ни в Украине толком не учат язык, ни в России. А зачем? Зачем? Зачем людям получать лишнюю информацию, не зная языка? Человек зациклен, заточен только на свой родной язык. А здесь уже свои запросто могут всякие фейковые новости давать. Как такая новость, допустим, что в России все хорошо, что огромное количество иностранцев приезжает в Россию, что все Россию любят, что вот они как устраиваются, вот они женятся. Ну это, друзья, конечно, женятся, устраиваются. Пару семей, которых берут как экспериментальные. Им дают условия, они восторгаются, им все нравится. А общая-то масса. Знаете, как в свое время эту стратегию использовал Сталин? Как он ее использовал? Он также вот у нас был Маяковский, у нас был Горький. Это были посланцы в западные миры, когда они выезжали и рассказывали, как хорошо жить на Руси, в СССР, да, как большевики любят, как заботятся. Многие иммигранты, они не могли устроиться на работу, тосковали по родине, по своим домам. И они, в общем-то, тоскуя, они решали возвращаться. Это была их самая крупная ошибка. Потому что нескольких, допустим, писателей, актеров, там еще кого-то встретили и нормально устроили. Это нужно было для того, ну, чтобы показать всем, что именно так работает большевистская власть. Что она всем говорит «велком», «добро пожаловать». А на самом деле, когда приезжали пароходы, полные мигрантов, бывших белогвардейских, те, которые бежали во время революции, после, когда они приезжали, им даже не давали толком разгружаться. Их грузили с пароходов на теплушки, поезда, вот эти поезда-коровники. Других не давали и отправляли в ГУЛАГе. Вот как они приезжали, чемоданы забирали все, что есть у них с собой. Забирали те самые псы, как их называл Сталин в свое время. И, да, отправляли всех в ГУЛАГе. Три миллиона приехавших отправились в ГУЛАГе. Это есть цифры такие. Набирайте интернет, гуглите, смотрите. Кто захочет, тот найдет эти цифры. А я вам озвучиваю то, что я находила. Три миллиона сразу попали в ГУЛАГе, которые поверили советской власти. А теперь та же самая ситуация, когда телевидение, российское, СМИ начали пропаганду шикарной жизни. Кому живется весело, вольготно на Руси? Почитайте стихи Некрасова и обратите внимание на свою собственную жизнь. И вы все увидите. Я Таня Крацова, Баси Юдбурха. Сегодня у нас с вами 2 октября 2024 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова